Апис Апис – священный бык, которому египтяне поклонялись как воплощению Азирис С 18-й династии во времена Юлиана II Признаки, по которым узнавался Апис Были черный цвет шерсть, белотреугольные формы, пятно на лбу Расположение волос на спине в виде орла Соединение нижних частей языка в подобии формы с карабеей Когда такие признаки замечались у какого-либо теленка То его с большой торжественностью переносили в Мемфис И когда старый Апис умирал, естественной смертью В таком случае его тщательно бальзамировали Или когда он достигал 25-летнего возраста В таком случае жрецы тайно убивали его Нового Аписа подворяли в храме как воплощение Бога Ожидание Аписа служило поводом для народных праздников А по случаю смерти совершался народный траур За всеми движениями Аписа жрецы следили с самым водительным вниманием И истолковывали их как знаменательное просвещение Ка-Тах Первоначально Апис подсчитался в качестве воплощения Ка-Таха Бога Мемфис По этой причине он считался также символом фараона Так как словом Ка в Древнем Египте также передавалось слово Бык Апис должен был существовать в теле реально существующего быка А после его смерти переселяться в тело нового быка Апис первоначально был только живым символом Осириса Который сам называется образно быком преисподней Отсюда следует то утверждение Плутарха Что Апис являлся одухотворенным изображением Осириса В то же время для народа он был самим богом Идентичным Осирису Ежегодное празднество Аписа относилось к ежегодному обновлению воды в Ниле Апису не полагалось жить более 25 лет И по прошествии этого времени его с известного места Низвергали в Ниле или топили в колодце По Плутарху Апис был произведен на свет лучом месяца Близ Мемфиса египтолог Агюс Мариет обнаружил серапеум некрополь быков Апис Представляющий собой огромную подземную крипту В которой хранились мумии 9 священных быков Вот так вкратце из википедии о священном быке древнеегипетской мифологии Апис Пока, пока, до свидания